даже самая удачная идея может оказаться неуспешной если неправильно ее реализовать о том как сделать для своего бизнеса удобное мобильное приложение с человеческим лицом расскажет владимир гнатович из cognance ваша компания разрабатывает мобильные приложения вот что нужно сделать чтобы оно было человеческим лицом удобно и клиентоориентировано все зависит от целевой аудитории и зависит для кого это приложение из проектируется соответственно если это более серьезная аудитория то есть банкинг соответственно такой же язык общения должен быть с пользователем вот и нужно также себя позиционировать если это приложение для математиков то нужно побольше форму возможно побольше форму но оно должно быть такое климате математиков более технологичное без там не знаю каких-то веселых штук которые обычно используются в ванных приложениях для молодежи вот насколько сейчас бизнес понимает вот своего клиента проводит исследование прежде чем разработать мобильное приложение или это ложится на плечи компании которые предоставляют эти услуги иногда сам бизнес понимает что ему нужно потому что он видит полностью свой продукт понимает как он будет работать для кого он создается так дальше если это ложится на плечи компании которая будет разрабатывать под этот бизнес соответственно не делает анализ если это правильная компания с правильно построенными процессами они анализируют делают ресерчи и но предоставляют какой-то общий анализ в конце клиент понимает это ему подходит и начинает дальше работать то есть как первая паза фаза разработки продукта в целом насколько длительная это может быть фаза и возможно ли что сама разработка продукта занимает меньшее время чем подготовка консультации исследования все зависит от продукта на самом деле но качественно произведенный ресерч это залог успеха так как ты будешь понимать как должен этот интерфейс работать что он должен выполнять для кого он делается так дальше возможно но в конце ресерча и вы знаете что этот продукт должен работать совершенно по-другому либо он делается совершенно другой другой аудитории людей бывало такое что отказывались от некоторых версий то есть оставляли только десктоп и вообще делали только мобайл потому что нету надобности тратить весь ресурс на ресурс и время на то чтобы проектировать продукт который не нужен данный момент как много процентном соотношении в каких-то примерах плохих неудачных интерфейсов на рынке снг встречаете ли вы такие приложения на личном опыте или там при разработке когда видите работу другие компании в процентном соотношении думаю 70 плохих 30 хороших это большой процент да ну это связано с тем что многие действительно не изучают вопрос то что то чего и именно не создают данный момент и создают по каким-то своим личным соображением то есть просто им так кажется что это сейчас нужно кому-то либо они создают какие-то там сейчас последний тренд это создавание гибридных приложений то есть берется каких-то два известных приложения по типу twitter и instagram до комбинируется и людям кажется что вот такой продукт будет супер необходим именно в данный момент но оказывается что продукт провальный никому не нужен почему же это из-за дизайнерских решений из-за там технологических или просто не нужен второй твиттер есть у такого продукта как twitter есть уже определенная аудитория юзеров они были первые то есть не предоставили именно эту услугу зачем но юзером этим же этой же аудитории использовать такое же приложение который будет делать то же самое но смысл я не вижу пока в этом смысла ну и мне кажется что приложение большинстве случаев должно быть простым выполнять какую-то одну функцию мне полнять несколько но это можно увидеть сейчас что происходит с фейсбуком то есть раньше это был такой более тяжелый продукт сейчас они с него полностью отделяют мессенджер который становится отдельным продуктом то есть люди заходят в фейсбук чтобы посмотреть новости ну просто проскролить фит чтобы видеть какие-то обновления мессенджер даже вопрос не дизайна а вопрос удобства комфортабельности нахождения ну да то есть ну например мессенджер удобен для людей просто чтобы общаться либо звонить все это достаточно им не нужно в нем смотреть какие-то новости использовали чего-то другого то есть он выполняет только одну функцию выполняет ее хорошо соответственно также инстаграм его не используют для общения либо там не знаю для любых других каких-то штук там читать новости ты просто заходишь смотреть картинки если комментировать лайкать не знаю там какие-то три функции но самый оптимальный если мы смотрим на приложение в странах снг в западном мире если какие-то общие законы дизайна общие законы удобства и когда разрабатывается приложение локально учитывается ли какие-то общие тренды да вполне возможно так как огне он делает продукты для всех вот соответственно мы разрабатываем целом продукты в разных странах и в украине также вот но нам нужно ехать обязательно клиенту он сайт то есть какой-то струн на какой-то период на две недели для того чтобы узнать полностью всю информацию все очень индивидуально но конечно страны снг смотрят на западные продукты они стопроцентно ориентироваться на это потому так как тот тот подход разработки намного лучше и люди но сразу же понимают что нужно пользователям они анализируют так дальше вот и многие отталкиваться того что уже есть на рынке вот берут готовые решения но они не всегда работают но это вопрос тот же дублирование или соединение если какое-то отличие там том же дизайне между мы обсудили разрабатывается здесь в странах снг или на западе отличаются ли эти предложения вот если ты ориентируешься на западный рынок ты делаешь по-другому конечно есть так как например зап запад не хочет тратить очень много времени на разработку не хотят сделать первый продукт mvp то есть продукт который не нагружен функционалом то есть самый основной функционал без ничего дополнительного не хотят выпустить и протестить попробовать или он вообще работает а у нас ну есть большие бюджеты люди готовят тратить много времени ресурсов ну в итоге они понимают что возможно этот продукт уже никому не нужен либо они уже опоздали до того времени пока но на рынок вышло уже несколько продуктов которые лучше и качественнее чем тот который не разрабатывали на протяжении этого времени по вашему ответу вы поддерживаете больше первого ли да ну опять же таки если вас уже наработан продукт то есть уже протестировали то есть был к то mvp так дальше вы можете конечно водопиливать делать более совершенным добавлять какой-то функционал и так дальше ну итерация чем больше итерации тем более качественный продукт о том как сделать ваше мобильное приложение удобным для пользования рассказал владимир гнатович из cognance спасибо за ваше внимание с вами был евгений бенца специально для dukoscopy tv из киева